День народного единства, так называемый, празднования в России, для меня это еще и день, в который я был похищен Исламом Кадыровым. Это произошло в этот день, 4 ноября, так что для меня это уже такой знаковый день. Ты насмехался над предписанием шариата о закате в прошлом эфире, сравнивая с идеей Ленина, разве так можно? Ну, разве так можно настолько менять смысл того, что я сказал в моих шутках? Это, наверное, нельзя. В этом не было никакой надсмешки над закатом, да упасет на Всевышний Аллах. Это была шутка, даже не надсмешка, а шутка в адрес, если это ты говорил, то тебя или того человека, кто задавал этот вопрос. Просто сама идея, типа, нужно всем закат раздать и не строить дворцы. Это звучало очень похоже на идею Ленина, забрать у богатых, отдать бедным. Надсмешка над закатом была бы, если бы мы сказали, что идея, предписание, точнее, шариата о закате, это вот то же самое или похоже на это. Тогда это было бы надсмешкой. Но когда подшутили над твоими словами, пытаться это теперь себя возвести в ранг Господа миров, как будто бы, знаешь, подшутить над тобой, это подшутить над Господом, подшутить над твоими словами, это подшутить над религией. Вот это неправильно, это недопустимо. При всем уважении к тебе, но ты не имеешь такого ранга, чтобы твои слова принимать за религию. У государства должны быть люди, которые собирают закат и раздают бедным, если шариат действует. Ты утверждаешь, что Ичкерия была шариатской, но там этим не занимались, а строили себе дворцы. Ну, во-первых, это не условие, что должны быть такие люди, это не условие. Условием является, что закат должен выплачиваться. А вот уже там будут люди, которые будут это собирать, будет государственный орган этим заниматься или не будет, это не является условием. Такого нет. Столпом в исламе является выплата, а не взимание. Понимаешь, это разные вещи. Поэтому я с тобой, конечно, согласен, что вообще правильно, это когда налоговая служба, орган, или назови его органом по закату, как хочешь. Когда есть такой орган, и когда людям есть, и не нужно задумываться, кому заплатить, а они просто туда заплатили, и они абсолютно доверяют ему, и он уже распределяет этот орган, распределяет кому надо. Это грамотно выстроенная система, и здесь с тобой спорить не буду. Но говорить, что это условие, это неправильно. Что касается Вичкерии, был ли такой орган? В Вичкерии много чего не успели сделать, но я тебя уверяю, он бы там был, если бы нам дали бы такую возможность, то он бы там был. Но акцентировать внимание на дворцах неправильно. При вот такой вот системе, где есть орган, где абсолютно, как бы, максимально такая исламская страна, скажем, она абсолютно шариатская, вот просто комар носа не поточит, бывает такая вот идеальная страна, в этой стране будут дворцы, потому что в этой стране будут богатые люди, и они имеют право на свое богатство, они имеют право это свое богатство тратить, куда они захотят, построить себе дворец, если он им нравится. Это не является чем-то плохим. Оставь ты богатых людей. Они же могут заплатить этот закат со своего богатства, и построить себе дворец, купить себе дорогую машину, купить себе частный самолет, яхту, гонять ее по сунжи, но могут люди, если у них есть деньги. В чем проблема? Если они заплатили этот налог со своих денег, то их бюджет чист, он абсолютно халяльный. Пусть они не тратят его куда хотят. Ну, помимо запретного, я имею в виду, на все то, что дозволено, они могут его тратить. Так что, если люди у нас строили себе дворцы, как ты говоришь, ну, за может они заплатили из этого закат и построили себе дворец. В чем проблема? Нет, Томсо, ты здесь не прав. Такой орган обязательный в шариате. Абубакар даже воевал с теми, куда ты делся? Абубакар даже воевал с теми, кто отказался платить закат. Богатым быть не запрещено, этими отличается шариат от идеи Ленина. Но видишь, ты же опять возводишь, ну, ладно, говоришь неправильно о религии. То, что Абубакар, да будет доволен им Аллах, воевал с теми, кто отказался платить закат, это ведь не говорит о том, что был орган, который должен был взымать, и что наличие такого органа является обязательным. Я с тобой полностью согласен, что орган – это очень правильное решение. Но это не является обязанностью создания такого органа. В отсутствии этого органа мусульмане обязаны платить закат. Это ведь предписание религии заплатить закат с тех денег, с тех средств, которые у тебя имеются, превышают определенный порог, то есть есть определенный порог, который налагается закатом. И эти деньги, превысившие, то есть это не то, что деньги, а ценности, превысившие этот порог, они у тебя должны пролежать один месяц, один год прошло, прощение, то есть целый год они должны пролежать, не уменьшившись, и только тогда, через год, они облагаются налогом. Два с половиной процента с этих денег. Но это касается не всего. То есть есть какие-то вещи, которые облагаются большим налогом, как, например, то, что ты выращиваешь, например, добывается там нефть, это все имеет отдельный налог. Вот этот вот закат, два с половиной процента, он обязателен для человека, вне зависимости от того, есть там орган зима, которому можно отдать или нет. Ты обязан этот закат уплачивать. Иначе этого органа не является даже условием. Поэтому то, что Абу Бакар, да, будет доволен им Аллах, взимал закат и воевал с теми, кто его не дает, это лишь говорит, этот довод о том, что закат является очень важной и обязательной одной из основ, да, столпом ислама. Но здесь нет вообще ни слова про организацию, про вот это вот ведомство, которое должно взимать. Еще раз я повторяю, я не против этого, я наоборот за. Это хорошо, когда есть такой орган, когда у человека не болит голова, кому бы сейчас заплатить, кто нуждается. Когда есть отдельный орган, и он этим работает, это вообще очень хорошо. Но говорить, что отсутствие этого органа теперь... Да вообще проводить параллели между отсутствием органа и построенным там большим домом, да, дворцом, ну, это как минимум неграмотно. В том, что скоро день народного единства, это такое лицемерие. Я из обычного российского города, и где бы я тебя не включил, люди тебя и в целом мусульман боятся. Ну, я надеюсь, что эти стереотипы, нам удастся их скоро преодолеть. К сожалению, стереотипы они, конечно, существуют. Но день народного единства, так называемый, празднованный в России, для меня это еще и день, в который я был похищен исламом Кадыровым. Это произошло в этот день, 4 ноября. Так что для меня это тоже такой знаковый день. Томсо, ты утопист. Ичкерию бандиты поделили на сферы влияния и творили беззаконие. Убивали, похищали, казнили. Как сказал Муса Темишев, чеченцы не дозрели до независимости и скоро не дозреют. Ты, по-моему, перепутал страны, говоря про сферы влияния, про то, что ее поделили. Это ты, по-моему, про Россию говоришь. Это в России сейчас страну поделили. Поделила определенная мафия. Один человек, босс в этой мафии, крестный отец, он отдал одну сферу одному своему другу, другую сферу отдал другому другу. Там Сечин на нефти сидит, другой сидит на госзаказах, на строительстве и так далее. Это происходит в России. Это в России в тюрьмах пытают людей, унижают, насилуют. А когда это становится достоянием общественности, когда один небезразличный человек выводит эту информацию, на него возбуждают уголовное дело, как за то, что он там распространил государственную тайну, но с сведения, которые являются государственной тайной. Это только в России пытки людей в тюрьмах являются государственной тайной, официально хранимой, втаянии государством, под покровительством государства. Понимаете, происходит такие вещи. В Ичкерии подобное не происходило. Мы далеко были, конечно, не идеальны, и нам есть за что себя критиковать, но мы будем это делать сами. Но не гоже вам рассуждать о том, что было в нашей стране. Вы, извините меня, сами по горло находитесь в собственных же фекалиях и при этом пытаетесь там увидеть у нас какую-то соринку в глазу. Не гоже. Займитесь своими проблемами. Займитесь тем, чтобы в ваших тюрьмах не насиловали людей и заключенных, снимая это на камеру. Снимая это на камеру, вдумайтесь, у вас насилуют заключенных, снимают это, чтобы потом этими кадрами его шантажировать и заставлять работать на себя. Это у вас в тюрьмах мочатся на заключенных, снимая это на камеру, чтобы таким образом их шантажировать. Это в ваших тюрьмах людей с закованными за спину наручниками закидывают в какие-то пресс-хаты, чтобы там их избивали и выбивали у них какие-то признательные показания. Это вот сейчас, когда ты пишешь вот этот, вот это сообщение мне здесь, у тебя сейчас это происходит в тюрьмах, и это ваши граждане, это над ними так издеваются. Поэтому займитесь сначала своими проблемами, а мы о своих хорошо знаем, и мы о них говорим, и будем говорить, и будем их исправлять. Миша Аллах. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok